Соревнования «Алмазная ракетка» в этом году проходят в пятый раз. Самый престижный турнир по теннису в этом году собрал около 100 спортсменов со всей Алмазной провинции. Турнир «Алмазная ракетка» впервые провели в 2011 году. Тогда соревнования были приурочены ко Дню автомобилиста и проходили в автобазе Мирненского ГОКа. Уже ко второму турниру были приглашены спортсмены из Ленска, Сунтар, Нюрбы и Якутска. А четыре года назад в «Алмазной ракетке» впервые выступили дети. В этом году турнир собрал 84 спортсмена. Соревнования проходили по четырём возрастным группам. Среди детей это две возрастные группы, то есть старшие дети и дети младшие 2005 года и, соответственно, младшие. Девушки, девочки, мальчики и юноши, соответственно. Среди взрослых тоже две возрастные группы. Это взрослые от 18 до 40 и ветераны выше 40. По словам спортсменов, с каждым годом настольный теннис в «Алмазной провинции» становится менее популярным. Это связано в первую очередь с финансированием. Теннисисты ездят на соревнования за свой счёт. Светлана Филиппова, многократная чемпионка республики, чемпион и призёр дальневосточных соревнований. На турнире «Алмазная ракетка» она одержала безоговорочную победу. Сейчас титулованная спортсменка уже не тренируется, так как в Мирном закрыли секцию по настольному теннису. Это ещё одна причина того, что этот вид не популярен в «Алмазной провинции». Я хожу на теннис с 8 лет до 13, потому что тренер уволился. Я сейчас не тренируюсь, и вот если есть какие-то соревнования, я просто прихожу поучаствовать. После двух дней соревнований среди детей победу одержали Светлана Филиппова и Никита Трамбач из посёлка Чернышевский. Среди взрослых чемпионами стали Ирина Тофт и Сергей Ли, спортсмены «Алмазной столицы». На турнире не было равных орлахскому спортсмену Леониду Ксенофонтову среди ветеранов.